Везде мы поем, очень весело живем. Мы работники культуры, очень страстные натуры. Из глубины сказаний русских именно такой лейтмотив был выбран для празднования Дня работника культуры в 2021 году. Ярмарка и выставка народных промыслов в холле ДК, аниматоры в русских народных костюмах, номера с национальным колоритом на сцене – все было выдержано в единой стилистике. Культура – это сама история и жизнь народа, любого. Потому что это все вместе. Это традиции, обычаи, ритуалы, это история, это воспитание, это патриотическое, гражданское. Это все культура. Вот что у нас, как мы это сделаем, так и страна будет так развиваться. Вот что такое культура. Самое главное действие развернулось, конечно, на сцене. Танцы, песни, театрализованные представления чередовались с теплыми словами в адрес виновников торжества. В этой профессии нельзя быть таким неучастным, отдаленным и можно работать только по призванию. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. У нас сегодня в этой сфере уже более 500 человек работает и округ развивается. Уверен, что эта цифра будет только расти. По традиции, почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками наградили лучших из лучших в своей профессии. Среди них и Лариса Сергеевна Гейлис, бессменный режиссер Народного театра ТВИТ. Нести радость людям, нести светлое, вечное, прекрасное, чтобы они приходили и радовались, отвлекались от горести человеческих, которые окружают их. Знак почетный ветеран Подмосковья вручили также библиотекарю из поселка Володарского Елене Владимировне Сорокиной. Она более полувека также является хранительницей Народного музея поселка при библиотеке. Награда стала хорошим подарком к юбилею. В этом году Елене Владимировне исполняется 80 лет. Всего же в этот день были отмечены наградами и грамотами более 30 деятелей культуры Ленинского городского округа. После концерта все гости могли забрать на память фотографии с праздника. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин